Грядет зима, и жизнь немного замирает и в городах, и в селах. Теплое летнее деревенское счастье люди ставят на паузу. И на три холодных и долгих месяца наступает другое счастье. Давайте сегодня узнаем, какое оно у жителей села Геройское. Геройское – большое село. Большое и удивительное. В первую очередь, благодаря своей истории. Здесь, в последний для Сакского района день войны, состоялся ожесточенный бой. Девяти советских бойцов с фашистами. И восемь из девяти погибли, и девять из девяти получили звание Героев Советского Союза. Также Геройское удивительно своими жителями. Они очень дружные. Как и в любом селе, они много трудятся и еще проводят много праздников. Да и в целом умеют веселиться. А все потому, что, как сами они говорят, есть человек и есть сила, которая всех объединяет. И руки широко. Вторая. Раз. И пошире, мальчики, полную ножку. У нас 16 творческих коллективов и 5 клубов по интересам. У каждого свое направление. Патриотическое. Семья – это полностью посвящен досугу семейному. Старшеклассник – интеллектуальное развитие. И, в общем, у нас еще и солисты-вокалисты есть, детские вокальные ансамбли. Тут жизнь бурлит, потому что война идет за сцену, за пространство. У нас не очень много комнат в Доме культуры. Мы здесь вот в селе в нашем. Вот почему у нас вот украинский коллектив. Потому что у нас в основном живут переселенцы из Винницкой области. Вот потому у нас вот Украина как бы вот, как говорит Ашпрэ с нас. Да, да. Вот. И нас объединила любовь к песне. Не только украинская. Хоть мы вот ансамбль украинской песни «Вычерныцы». И вот нас объединила песня. Замечательно. У меня такие красивые женщины. Вот они, когда одевают костюмы, это вообще до такой степени преображаются. Мы приехали с дедушкой и с двумя детьми. Алла Воробьева и еще младшая. Мы приехали в 68-м году. Ой, у нас праздники. Очень много праздников. Добавляй ты немножко. Что я тебе скажу? Что ты сказал, а то я могу сказать. Мы уже давно на пенсии. Мы уже давно на пенсии, да. А каждую неделю по два раза на неделю мы ходим на репетицию. И зима, и лето, и время есть, и нету. Все бросаем. Мы вообще работали с мужем в Горловке, Донецкая область. А он сам крымчанин был, евпатореец Юрий Васильевич Сухотин. И все время тянул меня сюда, в Крым. Вот мы собрались и переехали. И ехали в город Евпаторию. Там большой народный ансамбль был в Евпатории. А по дороге Иван Васильевич Кривенко как-то вот уговорил моего мужа. И мы приехали сюда. И начали просто с нуля здесь все. И это был такой взрыв здесь. Это вот столько молодежи было. И такая была энергетика. Создано было столько номеров. Это и гопак, и шервудские заковырки, кадриль, и молдавская сюита. Ну, в общем, хорошая программа была. И это было так почетно. Это уже наши выходят на сцену. Это вот образцовый ансамбль танца Берегиня. Мои любимые дети. Вот. Я всегда переживаю, они когда уходят, выпускаются. Я каждому дарю тортик. Подсластить их тяжелую жизнь. Сколько они пота проливают на этой сцене. Сколько мы работаем. У нас минутки нет свободной на репетиции. Поговорить. Мы все время работаем и работаем. Так как на конкурсе, да? Связывает всех культура. Почему культура? Если жива культура в селе, значит, жива душа поселка. Очень хорошо проходят районные мероприятия, посвященные освобождению Сакского района, города Саки и села Героевского фашистских захватчиков 13 апреля. История очень славная, потому что люди не пожалели жизней, стояли за село и погибли. Как бы это заложено на генетическом уровне, наверное, у людей. Потому что со времен войны это потери. Это в каждой семье кто-то не пришел домой. С войны деды, бабушки. И мы стараемся привить вот это молодежи. И, наверное, потому что на митингах собирается такое количество людей. И приезжают из разных уголков родственники героев. Наверное, это поддерживается. И люди помнят об этом. Наша комната была создана 6 ноября 1977 году. Ну, истоков ее стояли, конечно, учителя школы, бывший председатель колхоза. Все это подняли, всю историю художники Украины. Лобенек портреты вот написал в девяти героев. А группа мастеров во главе с заслуженным художником Украины Петровым создала полотно 2,2 метра на 8 метров. И предметный план 10 квадратных метров, где изображена широкая панорама боя апреля 1944 года. Утром 13 апреля 1944 года неподалеку от села танковый десант из девяти разведчиков наткнулся на большой отряд фашистов. Прямым попаданием был перебит ствол пушки. Бойцы оставили танк и залегли в укрытие. Из садов по ним стала бить артиллерия. Там занимал оборону батальон «Румын». Девять советских бойцов, из которых самому старшему было 34 года, а младшему всего 19. Имея на вооружении лишь автоматы, винтовки и гранаты, заняли круговую оборону. И спина к спине дрались несколько часов. Когда закончились патроны, в ход пошли приклады, саперные лопатки, а затем и кулаки. А бессиленных и израненных героев все-таки их схватили. Сначала допросы и пытки, потом расстрел. Их бросили во враги за селом. Потом туда пришли движительницы села и, увидев погибших, закричали от боли. И этот крик спас жизнь одному из бойцов, Василию Ершову. Он очнулся и смог подать сигнал, что все еще жив. Последний для большей части Крыма день войны стал и последним днем жизни восьми советских героев. Но вместе с оставшимся в живых Ершовым они смогли отвлечь внимание фашистов и дать возможность 51-й армии продолжить освобождение полуострова. Они получили свое звание героев. Не до того, что просто их было 9 на батальон. Это где-то 130-150 человек. А получилось, что они отвлекли немецкие войска. И в это время в Симферополь зашла 51-я армия. И у них буквально через месяц после этого уже было звание героев. Из окна виден мемориал? Да, сам мемориал. Мемориал у нас изначально такой небольшой, был невзрачный. Есть вот макет небольшой. А это уже в 95-м году. Да, вот такой вот мемориал поставленный. Внутри 5 колонн, когда похороненные в 62-м году были перенесены остатки с обычного сельского кладбища. И 8 человек там похоронены и покоятся поныне. И сам мемориал напоминает просто сверху звезду. Экскурсий очень много. Каждый отсюда уносит какую-то частичку. Вот даже в армию уходят ребята. И каждому на память красный кесет даем с землей. С нашего холма, там где проходил бой. И вот они его забирают с собой. И казалось бы, ну кто-то скажет, ну для красного словца. А нет. А вот оно что-то в сердце задрожит. И человек вспомнит об этом. И передаст туда, куда он поехал, допустим, какую-то воинскую часть. И оставил там на память. Пусть знают, что есть такое село геройское. И там захоронены 8 героев. Вот мы сюда приехали в 61-м году по переселению. Я сама вообще-то щира украинка, звенец. И вот мы приехали, была только самая нижняя улица. И вот на второй улице нам дали переселенческий домик. А вот это все строилось на наши глаза. Дом культуры, вот эти все магазины, школа, теплица. Вот все при нас. Некоторые говорят, там, давай там куда-то пройдемся. Да, темно, я боюсь. Я не боюсь. Я в любое время дня и ночи, куда мне надо, я чувствую, что меня вот кто-то охраняет, как ангелы какие-то в нашем селе. Вот честное слово. Я вообще-то в этом доме культуры и занималась в кружках, и работала все время. И дети мои здесь сейчас работают. Я вообще сама из очень творческой семьи. У меня все творческие люди. Вот мои картины, вот моя картина, вот лебеди моя картина. Это картины девушек, которыми мы занимаемся в Светлице. Проходите, пожалуйста. Как давно вы поселились в Героевском? С 70-го года. Я уже на пенсии 11 лет. Поэтому занимаюсь домашним хозяйством, выращиваю мукурей, занимаюсь цветами, огород сажаю. У вас виноград такой хороший. Виноград есть разных сортов у меня. Тут немножко на огороде еще растет. Яблоньки я люблю сажать. Вот тут, видите, их растут. И цветы. Люблю цветы. Вот это мне как хобби. Занимаюсь цветами. У кого день рождения несу в Светлицу пенсионерам, дарю. Я цветы не продаю. Я всем даю. Просто дарю, чтобы людям была радость. Вот мои курочки. Испугались, разбежались. Я по направлению приехала в детский сад. Воспитателем была, потом методистом, потом заведующей. А потом уже избрали меня в сельский совет. В сельском совете я проработала 14 лет. Уезжают жители отсюда? Переезжают в город? Или все-таки... Ну, кто переезжает, а кто и остается. Ну, как кто устраивается в жизни. Мне, например, нравится в селе. Я побуду в городе где-то. И мне тянет село к цветам своим. Тянет вот здесь по земле ходить. Это шарик. Ну, он очень старенький уже. Шарик, ты балбес. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Вообще у нас по району 13 таких отделений. Мы работаем по всему району. Исакская, Ипатерическая зона. Здесь находят себя пенсионеры. В каких-то направлениях, допустим, многие сейчас начали заниматься рукодельем. Очень много людей приходят. Мы здесь делаем тематические вечера, концерты какие-то, программы концертные. И люди приходят за чашкой чая, с удовольствием общаются, обсуждают новости какие-то в деревне, в стране и так далее. Это для нас, пенсионеров, второй наш дом. Мы сюда приходим с радостью, с душой. Мы здесь занимаемся творчеством. Кто плетет без сопротивления, кто вяжет, кто с трубочек. Кто приходит, пожалуйста, заниматься на тренажерах. Целлюлит. Кто хочет себе разбивать, вот они разбивают себе целлюлит. У нас здесь есть и парикмахерская. Она работает два дня. Пожалуйста. Приходят пенсионеры. Здесь их стригут. Там мужчины, женщины выходят отсюда красавицами. Ну а здесь у нас общий зал. Вот здесь занимаются наши творческие люди. Здравствуйте. Есть у нас корзинки. Смотрите, какие красивые они делают. А как мы танцуем? Ой. Ну это, конечно, сейчас показать нет. И здесь у нас стоит компьютер, телевизор. Вот, пожалуйста, наши изделия. Мы начинали заниматься. Видите, плели на проволочке деревья. Здесь сидит соцработник, который померяет вам давление, поставит вам магнитик, там, где болит, что. И просто вот подойти, поговорить. Места такие нужны, но есть такие колхозы, что есть места, но почему-то люди, они не хотят ходить. Вот для того, чтобы место это было таким уютным, добрым, зависит от самих людей. Село наше всегда славилось трудолюбивыми людьми. И они работают и в садоводстве, и в тепличном хозяйстве, и в животноводстве. И пусть это даже фермы, фермеры, которые занимаются зерновыми культурами, но это люди наши, трудовые. Александра Александровна, расскажите, чем богата земля, поселка Героевская, Геройская? Чем богата? Нашими людьми замечательными, нашими специалистами, нашими достижениями, нашим памятником, который, собственно говоря, наше село Геройское живет по девяти героям. Я вот вас пригласила, чтобы вы посмотрели, что такое деревенское счастье. Вот оно, мое счастье. Вот мне 77 лет. И я занимаюсь виноградом уже 12 лет. У меня муж умер 12 лет назад. У нас было 135 сортов винограда. Сейчас у меня 230. Вот это смугляночка. Вот тут где-то еще я вчера клевала ягодки. Вот. Вот, видите, еще ягодки есть. Это суручанский. Здесь собраны тут сорта молдавские. Это сорт называется байконур и лорано. И большие вот такие длинные ягоды, большая грусть такая красивая. Вот тут у меня даже есть три куста японских. Там вот такие ягоды, как шарики, как пьянчики большие, крупные очень. Но вкус другой иначе. ЖЭК работает исключительно хорошо. У нас вода постоянно есть. Это даже проблем никаких нет. У меня вот пять полей. Я краник включила, пошла капельница. На ночь включаю, утром выключаю. Счетчик работает. Я все оплачиваю. На поле у меня постоянно. Никогда за все лето не было сбоя, чтобы не было воды. Здесь мы выращиваем вот такие херщики, как мы выращиваем виноградные саженцы. Чубочочек на две почечки. Нижняя – это корень, а верхняя – это обвег. И все. И вот создаем температуру. АГВ вот стоит. Вот это вот трубы подогревают. Солнышко светит. И тут выращиваем супер новые сорта винограда. У меня был очень ценный один кусочек чубочка ценного сорта. Все вроде пошли почечки, а этот сидит. Не идет и все. Я вокруг него и так, и так. Вы же с ним разговаривали. Ну что ты? Нет? Вот сиди. Я потом пришла, говорю. Ну что ж ты, мой родненький? Ну что ж ты не хочешь расти? Поцеловала его утром, пошел побег. У меня же, я же еще участвовала в выставке «Золотая грозь». То я привозила 25 сортов кишмыша, то я привозила 30 сортов мускатов. И мне первый раз я получила кубок в 2011 году. А в следующие годы золотые медали получала за свой виноград. Да, это моя любовь, это честно, я вам говорю. Вот это моя жизнь в этом. Если бы не виноград, я не знаю, как бы я себя чувствовала, но с виноградом я чувствую себя. Мне так плохо, нехорошо. Я только пошла на виноградник. Прошлась пять утра, прошлась по винограднику. Все, прихожу с настроением. Я выношу большую, прибольшую благодарность от имени всех наших сельчан. Я думаю, меня все поддержат в том, что Татьяна Юрьевна – это человек и специалист от Бога. Лучшего, я думаю, руководителя не найдешь. Она так сплотила вокруг себя разных людей разного поколения, и мы все ее так любим. Там у нас замечательный председатель сельского совета. Поет вместе с ребятами, с девчатами, участвует во всем. Энергичный такой, внимательный. Что не придешь, спросишь сразу тебе все ответы. А я люблю и верю, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Вот вам счастье, ну что скажешь. После перестройки, как и везде, произошла определенная разруха. Люди устроились после развала колхоза кто куда смог. Но на сегодня все, что осталось от колхоза, бывшей имени Войкова, сейчас восстанавливается предприятие. Будет строиться два завода. Производство шампанских и сухих вин. Да, а оно не просто так. Уже заложено больше 600 гектар виноградника. То есть та база, которую необходимо в дальнейшем перерабатывать и получать наше крымское вино. Есть свой ФАП отдельный, который мы в 2012 году с помощью громады отремонтировали. Свой ЖЭК есть. Между прочим, это очень, я так думаю, в Крыму редкость. Оказывают услуги не только нашим жителям, но и крымское сельское поселение и Ивановское. Более того, даже могу открыть такую, может быть, небольшую тайну. Есть слушатели из Геройского. Тариф по водоснабжению на следующий год упадет на 4 рубля. То есть это не везде происходит. Одно из достижений, которое удалось нам воплотить в жизнь, для того, чтобы наш замечательный дом культуры обогревался и наши детки могли заниматься в тепле. Потому что тепло – это здоровье. Тогда была такая тенденция, 9-й год, что необходимо отходить от газа и переходить на инновационные технологии. Тогда один из представителей САВМИНА сказал, кто сделает проект первый, того мы финансируем. Мы сделали проект, прошли экспертизу. Вот из того момента за полгода появилось вот это отопление. Под футбольным полем на глубине 1,70 м проходит контур, 30-мм труба пластиковая. По ней протекает незамерзающая жидкость. Тепло под землей, оно одинаково всегда. Но вот этим тепловым насосом достаточно отобрать любую температуру в разнице 6 градусов. Вот эта система плюс замена окон, утепление фаза даст вообще великолепный эффект. Музыка. 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 Мне не хватает людей. Мне не хватает, вот мы сейчас в какой-то немного демографической вот этой яме и выходим уже из нее. Мне не хватает молодежи. Мне не хватает, я вот как-то сидела и думала, сколько ребят выпустилось из коллектива. Если бы их всех собрать, какой был, это был коллектив, просто вот. Мне жалко, что уходит отсюда молодежь. Я бы хотела, чтобы они оставались и чтобы они занимались у меня. Потому что когда есть вот это ядро, вот это взрослый состав, тогда к нему тянутся дети. Тогда это такая преемственность идет. Вот мне вот этого не хватает. Вот. А так вот, когда дети, когда тут что-то все придумывается, когда это кипит все, то это вот очень интересно. Я приехала сюда, а здесь степь ни одного деревца. И мне так было тоскливо здесь. Но потом, я говорю, наверное, потому что в жизни вот работа, люди, дети. И как-то это все закрутилось, очень хорошие знакомые. И как вам сказать, были такие тяжелые времена, была такая разруха. А люди были такие дружные, веселые. Мы делали тут такие замечательные мероприятия. Мы занимались на сцене в валенках и в рукавицах, и это было так здорово. Мы ставили спектакли, и я стояла за кулисами под зонтом, потому что крыша текла, и я суфлер там подсказывала, слова. Но это было весело, это было интересно, это рядом были единомышленники. Вот если не любишь это, это никогда не удастся, и ты никогда не успеешь ничего. А тот, кто хочет, тот успеет все. И уставший, вот, наконечный Костя, он с работы, он целый день в саду, он в 4 утра уезжает на работу, он приезжает и прибегает сюда на танцевальный. Ну, я просто преклоняюсь перед такими людьми. Крым наш очень многонациональный, но все мы уживаемся как-то, и, ну, люди все хорошие, вот. Ну, для меня я счастлива, что я живу вот в селе Геройском. В том, чтобы человек был счастлив, он должен этого хотеть сам. Мое счастье все в детях, я горжусь своими детьми, внуками. Мое счастье в том, что меня очень много здесь друзей. Я знаю никогда, когда какая минута не была, меня не оставят. Здесь тишина, здесь можно поработать, отдохнуть. Вот я отдыхаю, например, в саду, когда работаю. Вот у меня до сих пор еще георгинки цветут. Даже мороз сегодня минус один был, а они еще не померзли, вон цветут. Деревенское счастье – это, в первую очередь, люди, которые окружают нас. Это общение с этими людьми, это друзья, единомышленники. Это вот общее дело наше, которое мы делаем. Если у нас здесь получилось все, то, значит, и людям веселее жить в селе. И, значит, не так какие-то беды их отступят, и легче им будет. Вот это наша работа. Ой, так хочется, чтобы здесь все брылило, кипело, чтобы спорт развивался, чтобы какие-то инновации у нас были, чтобы улицы были ровные, асфальтированные и чистые. И чтобы люди были добрые друг к другу.